Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travels. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о Шарм-Аль-Шейхе, о Египте, то есть кому он подойдет, а кому он нет, что есть интересного, какая здесь погода, куда лучше отправиться в зимний период, где есть ветра, где нет, где какой пляж, где какой риф, где посмотреть что, какое питание. И, соответственно, в конце этого видео я вам дам интерес, один лайфхак, как можно отдохнуть в классных, крутых отелях и еще сделать очень одну интересную программку. Так что смотрите, пожалуйста, мое видео до конца. Поехали! Но прежде чем начать мое видео, я расскажу, кто я. Меня зовут Павел Георгиев, я являюсь основателем, директором онлайн-турагентства Георгиев Travels. Занимаюсь продажей, оформлением туров онлайн по всей России с договором, чеком, друзья, все как положено. Поэтому вы смело можете обращаться ко мне за любым туром, а также просто отдельно отелем. Я жду вас ниже по ссылочкам, есть мой сайт георгиев.тревел, а также есть мой прямой WhatsApp, по которому вы можете связаться со мной, и я проконсультирую вас по всем вопросам. Друзья, ну и первым делом я хочу развеять вот такой миф, как погода в Египте. Многие собираются зимой в Шарм-Аль-Шейх, потому что здесь теплее, а в Харугаде очень сильные ветра, и здесь очень-очень холодно. Ну, опять, друзья, мы все с вами взрослые люди, у каждого есть гаджеты, вы специально можете открыть свой телефон, да, сейчас, и посмотреть погоду в Шарм-Аль-Шейхе и в Харугаде. Я вас уверяю, разница в температуре будет не больше там 1-2 градусов. Погода идентичная. И вот в чем здесь особенность, почему выбирают Шарм-Аль-Шейх? Здесь есть пару буквально бух, где ветра действительно нет. И смысл заключается в том, что здесь не так холодно, как ветер, и это некомфортно, когда вы купаетесь. Особенно, если это утро или вечер, конечно, вообще в воду заходить не хочется. Я вот тоже сюда прилетел в начале февраля, и честно, с утра я вообще не хотел никуда заходить, потому что это было достаточно прохладно. Итак, друзья, у нас с полдевятого я прилетел в Шарм-Аль-Шейх для того, чтобы изучить несколько отелей, скажем так, их будет больше 30, и показать их вам. Сразу скажу по погоде. Прилетели, было прохладно, 12 градусов, сейчас уже тепло, но кофточка нужна. Сейчас будет день, будет жарковато, а море, кстати, море теплое, то есть купаться вполне можно. Я ходил в Коптин, а вот днем, как сейчас, достаточно очень жарко стало. Так вот, сразу к делу. В Шарм-Аль-Шейхе, Набэк-Бэй, соответственно, Нама-Бэй и другие бухты, скажем, кроме Хадабы, они все ветреные. В них везде есть ветерок. Он не такой, что вас сносит, и вы прям улетаете, да, но ветерок есть. И если эта погода на улице, именно погода не очень комфортная, то и вам, соответственно, не очень комфортно, и купаться не очень хочется. Поэтому, для того, чтобы выбрать в зимний период самый лучший вариант, но опять же, по погоде, может все равно немножко погода, температура будет чуть ниже, конечно, лучше выбирать Хадаба. Хадаба, это самый отличный район, я на себе лично проверил, скажу, точно там жарче, и сейчас мы, собственно, находимся с вами тоже в Хадабе. Здесь жарче, комфортнее. Ветерок чуть-чуть легенький есть, но в целом его нет. Здесь не такие большие открытые пространства возле берега, и поэтому здесь максимально комфортно. Видите, позади меня скала, там скала, и, в общем, здесь такое место, что здесь действительно не так прохладно, да, поэтому, если кто-то еще сомневался, что выбирать, то вот эту бухту можно смело в зимний период выбирать. И, отвечу сразу же на другой вопрос, что делать в летний период? В летний период, наоборот, друзья, когда ветерок даже хорошо, потому что, когда здесь сезон, жарко, ветерок только в помощь. И я вот был в Кургаде прошлой осенью, и я скажу точно, что когда жара, и нет ни ветерка, это просто, конечно, ужасно, но был ветерок, и было комфортно, комфортно. Сгореть вы, конечно, тоже запросто сгорите, но было максимально комфортно. Поэтому, друзья, что касается ветренности и безветренности, в Шарм-эль-Шейхте тоже есть так же ветер, как и в Кургаде. Просто еще раз говорю, есть несколько мест, в которых ветра нет. Либо есть еще, друзья, некоторые отели, на территории которых они сделаны вот такой буквой П, или как бы полумесяцем, и на территории безветренно, хотя, например, выйдя на пляж, бывает ветерок. Ну, например, отели такие, как Риксос здесь, он примерно так и есть. На берегу достаточно ветренно, но на территории достаточно комфортно. Поэтому нужно понимать, что ветер есть везде, но в некоторых местах его нет, потому что полностью некоторые говорят, что в Шарм-эль-Шейхе нет, это, конечно, совершенно не так. Поэтому нужно это выбирать. Ну, и теперь, друзья, давайте, наверное, поговорим о бухтах. Какие здесь лучше всего выбрать бухты именно, да, именно в плане отдыха и в плане пляжа. Здесь вот я ехал в эту поездку, и, честно скажу, у меня было представление о Шарм-эль-Шейхе немножко другое. Все говорили о том, что, типа, вот в Хургаде там ветрено, а вот в Шарм-эль-Шейхе классно, и все супер в плане, как бы, рыбок, можно посмотреть морской мир, и все в этом духе. Но поездив здесь, я вам скажу, не все так однозначно. И вот в чем смысл. Очень много бухт без моря. Сейчас поясню. То есть вы идете по отелю, все прекрасно, все здорово, подходите к пляжу, а там просто вот такая глубина. Пляж у нас заход песчаный, а здесь сразу начинаются камни, кораллы, да, и так далее. Поэтому купаться, как видите, здесь невозможно, только можно ходить и смотреть на эту воду. Для того, чтобы купаться более-менее комфортно, нужно идти вот по тому, соответственно, понтону деревянному и там уже купаться. Сразу камни, кораллы, ну даже не то, что кораллы, там не то, что красота, просто камни там зайти невозможно. И у вас длиннющий-длиннющий понтон, есть до 700 метров, друзья, для того, чтобы прийти в море и там покупаться и посмотреть рыбок. Там, естественно, сразу же большая глубина, бывает и 30, и 40, и 50 метров, да, соответственно, с маленькими детьми точно это не вариант. И это, если честно, меня в первые дни поездок по различным бухтам очень сильно подрастроило, потому что я все-таки все равно примеряю на себя семейный отдых. И хочется, чтобы дети купались не только в бассейне, да, но и, соответственно, в море. Зашли, поплавали, и я, если честно, ожидал, что будут какие-то такие места, их будет очень много, где мы заходим с берега, и какой-то маленький риф здесь же, да, и ты здесь же плаваешь, все супер-классно. Но очень много, очень много как раз вот бухт, это на Бэкбэй, на Амабэй и другие, очень много, где такого вообще нет. И ты, соответственно, либо вообще не получаешь никакого моря у берега, да, то есть купального абсолютно, либо ты получаешь понтон. И вот эта история на понтонах, она очень-очень развита, я скажу, она больше, она есть везде, понтоны есть везде, но просто либо они длинные, либо они маленькие, именно для удобства сделаны. И что я изучал? Изучал, изучал, изучал и искал именно тот вариант, где можно классно зайти в море, идеально покупаться и сплавать рядышком за риф. И такие отели, друзья, есть. И вот как раз бухта Хадаба мне очень понравилась, есть на Амабэй немножко таких пляжах. Для того, чтобы максимально, наверное, точно посмотреть, надо посмотреть все мои обзоры, я их уже выложил на свой YouTube-канал по отелям, и там я подробно рассказал об отелях и их, соответственно, входах в море и о рифах. Наверное, особо выделю, вот мой топ, который мне понравился отелей, в том числе и рифов, это первое место, конечно же, риф Оазис Сентида. Просто прекрасный риф, и вот именно то, что надо, ты идешь, заходишь, у тебя здесь пляж, и, соответственно, дальше у тебя, соответственно, идут кораллы, и небольшой понтон, и атмосфера, ну просто кайф. Поэтому, это как раз вот здесь рядышком, буквально за углом, как говорится. Мне очень понравился этот риф, и второй такой риф мне понравился в отеле Sunrise Montemare. Это тоже классное размещение, но риф мне тоже очень понравился, тоже пологий заход, небольшой понтон, и купаться можно. Вот, ну друзья, смотрите, здесь просто скажу так, если, как говорится, сейчас всю историю не рассказывать, да, о том, где лучше, где хуже, надо посмотреть, конечно, обзоры мои на канале. Но, в целом, я скажу так, что отелей, которые находятся в прекрасном месте в плане моря, их не так-то уж и много здесь. Я ожидал, конечно, большего, что очень много отелей есть, которые размещаются в классном таком формате. Но, как оказалось, нет. И какой тут выход есть? Либо мы покупаем тот отель, который нас устраивает, и плаваем, смотрим рыбок на понтоне, либо мы сразу берем тот вариант, который подойдет именно сразу с хорошим песчаным заходом, либо вообще не обращая внимания на песчаные там и все остальные заходы, покупаем отель, который нас устраивает, и уже когда-то, куда-то, где-то иногда мы отправляемся в какую-то бухту, где будет классно, здорово покупаться. Кому-то этот вариант тоже подойдет, почему бы и нет. Но, в целом, картина у нас вот такая по пляжам, и надо здесь быть, конечно, внимательным, чтобы не получилось так, что вы приехали в тот отель, а там, оказалось, моря нет, и купаться можно только с понтона, а вы об этом не знали. А если вы еще с маленькими детьми, то дети, конечно, ну, там не везде комфортно. Плюс, плюс, еще сейчас отмечу один, точнее, он же минус будет. И поэтому, все-таки, заранее присматривайтесь. И вот, кстати, в описании отелей, это прям так все скользко написано, что, глядя просто описание отелей на всевозможных там ресурсах, да, операторских, вообще непонятно, где находится море, и тем более, какой здесь заход и пляж. И вот еще один какой минус я увидел, что, когда бывает ветрено, вот те бухты, где пляж, соответственно, голый, да, практически, пологого захода нет, и вы идете дальше на этот пирс, и вы можете не покупаться даже там, потому что там может стать красный флаг, и вы вообще не покупаетесь даже там. Так что вот, друзья, история с пирсами и входами в море, здесь она такая, как бы, нужно, в общем, внимательнее быть и присмотреть именно то, что нужно вам. Ну, и, соответственно, друзья, напоминаю, что можно обратиться ко мне, ниже под этим видео есть ссылка на мой WhatsApp, можете задать вопрос, можете перейти на сайт, посмотреть цены, на туры, на отели отдельно, и, соответственно, дальше мы с вами все можем определить и забронировать. Друзья, давайте поговорим о том, куда сходить в Шарм-Аль-Шейхи. Ну, конечно, в это место номер один нужно прийти и днем, и ночью, друзья. Посмотрите, как здесь ночью. Колоритное, друзья, местечко, да? Как будто действительно попали в этот старинный город. Красивых мест, друзья, здесь очень много, и вот это одно из этих мест, называется Фарша, здесь очень колоритно, очень красиво, и здесь также есть, смотрите, еще свой даже пляж. Поэтому, кто здесь был ночью, рекомендую также сходить сюда и днем. Здесь своя атмосфера, она такая более, наверное, семейная, тихая, спокойная, с прекрасными видами. А вот ночью здесь, конечно, такой прям лаунж классный, где можно провести круто время, кто любит кальян, покурить, соответственно, выпить кофе, все в этом духе, друзья. Очень красивое место это однозначно. Ну, куда еще можно сходить? Конечно же, еще можно сходить на различные, съездить экскурсии, можно поехать в старый город, можно поехать также отправиться на, соответственно, на Мабэй прогуляться и по разным другим местам. Но здесь, смотря, что вы хотите, наверное, в первую очередь, люди интересуются какими-то атмосферными, аутентичными местами. И вот это место мне очень приглянулось, хотя, если честно, сюда сначала даже не хотел ехать, меня сюда позвали, я думаю, да нет, да что там ехать, ничего такого. Но, как оказалось, очень даже, что есть такого, я вам тоже рекомендую сюда отправиться. Опять же, вы можете взять любую, соответственно, экскурсионную программу, поехать посмотреть. Они, конечно, в основном связаны, как вы понимаете, либо с морем, либо с пустыней, либо это какой-то сафари, либо аги-шоу, либо, соответственно, это дайвинг, либо это снорклинг. В основном это все связано с этим. Есть, конечно, какие-то обзорные программы, на которых вы просто отправляетесь и, ну, скажем, заезжаете в разные локации, в том числе какие-то магазины, и приобретаете все, что необходимо вам. Сразу скажу, что, наверное, топ-1 у наших туристов, это медикаменты. Они ездят в аптеку и закупаются здесь всем. Я, если честно, как бы даже не знаю, что вам здесь посоветовать. Многие покупают всякие масла, многие еще какие-то лекарства такие же, которые как у нас, но, типа, они более лучшего качества и так далее. Здесь уже, конечно, решать вам, что привезти. На мой взгляд, наверное, топ, чего нужно попробовать и привезти, это, конечно, финики, и они свежие, совершенно другие, не такие, как у нас продаются. Конечно, можно привезти какую-то аутентичную штучку, да, из Египта. Посмотрите, да, здесь мы находимся, всяких разных вещей, какие утвари только нет. Если вам хочется, чтобы вам что-то напоминало о Египте, я, наверное, какой-то сувенир привез. Ну, и дополнительно многие кто-то привозит, вплоть до чуть ли не кальянсовый привозит. Так что, что выбрать здесь, я думаю, уже каждый сам для себя решит, каждый выберет. Вы точно здесь что-то для себя найдете. Ну, я, как всегда, рекомендую привозить в первую очередь, конечно, эмоции. Вот я приехал, посмотрел, поснимал видео, и потом мне приятно пересмотреть это. Если это вы еще тоже посмотрели, вам от этого тоже классно, вы для себя почерпнули много полезной информации, то это вдвойне для меня супер, скажем, сувенир из данной страны. А, да, друзья, забыл рассказать, что те, кто любит активный отдых, ну, в плане там дискотеки и все такое, здесь этого всего предостаточно. Вас увезут, все стоит недорого, поэтому, кто любит такую клубную музыку и все остальное, это все, конечно, здесь. Ну, кстати, еще раз отмечу, в этом месте тоже можно даже и потанцевать. Здесь такая вечером крутая классная музыка играет, очень атмосферно и располагает тоже такому отдыху. Так что, все, друзья, вы здесь найдете. Это все прекрасно сочетается в Египте, как море, так и ночная жизнь, в том числе. Особенно в Шарм-Аль-Шейхе. И это, на мой взгляд, даже здесь поинтереснее, чем в Хургаде. Поэтому, кто едет более за таким активным и тусовочным отдыхом, точно надо выбирать Шарм-Аль-Шейх. Ну что, друзья, раз мы вот так возлегаем здесь, давайте, конечно же, поговорим о еде, о еде в Шарм-Аль-Шейхе. Наверное, здесь надо ее, естественно, разделить на две части. Первая – это отельная еда, вторая – это, соответственно, неотельная еда, то есть то, что находится за территорией. Но, на самом деле, 90% туристов, а может быть, даже и больше сюда приезжают в отели, и питание у них all-inclusive. Соответственно, все, что есть, все, что они едят, они в основном едят в отеле. Поэтому, что касается отельного питания, сразу скажу, как уже много раз своим туристам говорил, уровень отеля очень сильно влияет на качество питания, на ассортимент питания, ну, как и везде, наверное, да. Здесь, наверное, особенно это можно отметить, но вот, опять же, в Шарм-Аль-Шейхе я побывал в отелях достаточно хороших, конечно же, да, но, тем не менее, скажу, меня ни один отель не отпугнул в плане еды, потому что я был в Фургаде в некоторых отелях, и было очень-не очень, как бы это ни было странно, вот. И было такое, что еда была какая-то заветренная, даже немножко выглядела неэстетически красиво, то здесь мы поездили в разных, в принципе, отелях, и я во многие отели забегал, можете, в принципе, посмотреть мой обзор, и смотрел, что там по идее, в общем, все окей. Здесь, наверное, нарицание в плане еды чуть меньше на ее, как бы, внешний вид, и, конечно, на ассортимент это все верно. Плюсом скажу, что если мы берем отели, которые ориентированы на европейских туристов, там некоторые продукты, наверное, может быть чуть-чуть другого, не то, что качество, как говорится, подходящее под европейский, скажем, вкус, потому что, например, в каких-то отелях, вот мы были в Ренессансе, да, я жил, там, например, на завтраке есть сосиски, но они прям нормальные мясные сосиски, да, а если мы говорим о отеле, скажем, местного формата, то там сосиски, как бы, они такие, что, ну, не знаю, как-то даже они не очень вкусные, там какие-то куриные непонятные, ну, то есть такой вот вариант. Плюс, конечно, вопрос сладостей, да, стоит, наверное, можно по таким меркам тоже мерить, где-то есть в том числе местные, да, сладости, где-то есть просто эти красивенькие тортики. Опять же, ассортимент фруктов, как бы, он, в принципе, везде есть, но где-то он чуть больше, где-то его там фрукты порезали, сделали красивую подачу, а где-то просто там стоят яблоки и мандарины. В общем, по питанию в отеле, я скажу, глобально нарицания нет, но вот в плане ассортимента и даже, наверное, в первую очередь, подачи, визуально вот это все, это, конечно, очень сильно отличается. Здесь отдельно можно выделить отель Miraki. Всем привет, приехал в отель Miraki Sunrise. Это очень популярный отель, все туристы сюда хотят попасть. Это отель, который предоставляет не all-inclusive, а систему а-ля-карт, то есть, скажем, а-ля-карта all-inclusive, да, то есть, когда вы выбираете в мобильном приложении по телефону, скажем, завтрак или там обед и ужин, и выбираете любой ресторан, приходите, да, и у вас там сет-меню уже готовое, заранее подготовлено, то есть, вам не надо что-то ходить, накладывать, и, соответственно, у вас и подача, как в ресторане, красивая, изящная, да, и вот кто хочет именно такого сервиса, это то, что надо. Вы сидите, вас обслуживают, приносят вам напитки, приносят там салаты, горячие морепродукты, и это все красиво подано. Тоже вот есть такой формат, и раз мы уже в эту систему а-ля-карт пошли, что в каждом отеле, особенно в пятизвездочных отелях, есть, соответственно, а-ля-карт рестораны, во многих они, соответственно, включены в стоимости, вы можете ходить хоть каждый день, а в некоторых отелях они идут по количеству дней, проведенных в отеле. Например, вы 7 дней в отеле находитесь, вам там можно посетить по одному разу каждый а-ля-карт ресторан. Вот, есть такое. То есть, ну, это уже от концепции отеля зависит, это, в принципе, заранее все известно, все понятно, вот, и если вам очень хочется сменить питание обычным главным рестораном, на что-то более, скажем, изысканное или другое, это, конечно, можно сделать. Здесь единственное, наверное, что отмечу, что некоторые рестораны, они, ну, как бы это было ни странно, но такое ощущение, что они просто с all-inclusive вытащили эту еду и принесли его а-ля-карты, и то же самое вам подали, только на тарелочках отдельно. Такое тоже бывает. Поэтому, наверное, лучше, если вы ходите в ресторан а-ля-карт, заходить, скажем, в ту кухню, которой нету в основном ресторане. Ну, например, если вы находитесь в Египте на all-inclusive и есть, например, там какой-то индийский ресторан, то там, скорее всего, будет что-то маленько другое отличаться, да, или американский, да, то есть такое тоже есть. Ну, в общем, здесь уже можно поубирать и можно, в принципе, потестировать, попробовать, это уже, скажем так, на ваш вкус. Соответственно, что касается алкогольных напитков. Алкогольные напитки в основном везде представлены только местного производства. За редким исключением есть импортный алкоголь, и либо он входит частично, либо в основном он бывает за отдельную плату импортного производства. Так, местный алкоголь, вино, пиво, все эти напитки, они, пожалуйста, есть. Вот. Ну, соответственно, добавлю, что некоторые отели могут размещать вас не только на all-inclusive, но и на завтраке, и на ужин, или просто на завтраке. И тогда, ну, соответственно, это вот отдельное будет у вас такое питание. Ну, и теперь, что касается уличной еды. Вот есть такие места, как это, ну, здесь, как бы я не сказал, что прям полно вас кормит, да, вот. Мне тут сейчас фруктики принесли, кофе попить, кальян, такое, да, пожалуйста, все здесь есть. Но, все равно, вы можете пойти и в какое-то заведение, и поесть там. Но я, единственное, здесь рекомендую, если идти, то в какую-то кухню, которая будет, наверное, какая-то местная, да, а не просто там ресторан для туристов. Потому что там точно ничего вкусного вы не найдете. И, если честно, я вот так ездил по городу, понятно, что я больше по отелям ездил, я особо не встретил таких мест, где можно классно и вкусно посидеть. Конечно, морепродукты, они практически везде представлены, есть какие-то магазинчики. Но, в принципе, эти морепродукты можно поесть в каждом ресторане или в а-ля-карт ресторане любого, соответственно, отеля. Поэтому, сильного смысла, может быть, за территорию ходить и нет. Если вы уже, как бы, заядлые туристы, много где были, все попробовали, уже достаточно искушенные, то можно, конечно, поискать какие-то местные крутые кафе или рестораны и сходить в них протестировать и попробовать, соответственно, какие-то такие блюда. Вот, как раз, друзья, мне принесли турецкий кофе. Это как раз мы говорили о том, что в таких местах, конечно, кофе будет классный. Но, друзья, отмечу особо, что вот, кстати, о кофе. Отлично. В очень многих отелях стоят кофемашины. В не многих, а практически во всех. И, как бы то ни было странно, кофе достаточно хорошего качества. При этом есть много баров, где готовят кофе. Я знаю, что очень много у нас есть кофеманов. И, действительно, кофе хорошего качества. И, как бы, вот насколько я не скажу, что я прям супер любитель кофе, я отметил, что да, действительно, все нормально. Потому что бывает просто отвратительное качество. Практически, это не кофе, я даже не знаю, что. То есть, здесь везде очень вкусно. Вкусно и качественно. Потом не чувствуешь себя хорошо, это правда. Вот здесь прям настоящий туркиш кофе готовит. Вечерком здесь тоже был. Сидит мужчина на песочке и готовит кофе гостям. Очень круто, круто. Так что, вот так, друзья, что касается, соответственно, еды. Я постарался вас в курс дела вести. Поэтому, в принципе, знаю, что многие бронируют отели. Единственное, я вот еще об одной фишечке вам рассказать хочу в конце этого видео. О том, как можно отдохнуть в крутых отелях. Даже если у вас турка, например, в какой-то, может быть, не такой суперский отель попал. Но вы хотите все-таки круто провести несколько дней. И в том числе, как я говорил, например, поесть такой классной, красивой кухни с красивой подачей. Друзья, давайте поговорим о сервисе в Египте. Многие достаточно не всегда имеют полную картинку о сервисе в Египте. Для многих это кажется, что все здесь все ужасно. Для других, наоборот, говорят, слушайте, мы были, все нам очень понравилось. Я здесь хочу тоже, как говорится, историю разделить на две вещи. Все зависит от того, во-первых, самое главное, друзья, от того, как вы относитесь к этому. А если для вас очень критично важно, что вас обслуживали, вот прям, вот да не могу, знаете, чтобы и воду принесли, и подушечку, как говорится, подложили, и все в этом духе, то нужно выбирать сервисные отели. Это ключевой момент, где в отелях уже по умолчанию есть данный сервис. В основном это, скажем, такой некий сетевой стандарт, да, то есть таких брендовых каких-то отелей, где это все, естественно, есть и можно получить 100% гарантированно. И я, друзья, к счастью или к сожалению, видел, как бы в рабочих командировках и среди туристов, да, недовольство отелями именно по этой причине. Это немаловажный фактор, поэтому я об этом говорю. Знаю, что многие туристы относятся к этому, ну, ну, как бы мы непривередливые, у нас все нормально, нам все понравилось, было хорошее море, хорошее питание, и как бы все отлично. А кто-то говорит, в этом же причем отеле ужасно то, ужасно это, там, тапочки не принесли, халата не было, этого не было, того не было и так далее. То есть, поэтому, друзья, во-первых, все зависит от вашего, еще раз говорю, отношения, как вы к этому относитесь. Вы должны либо понимать, что вам этот сервис крайне необходим, он важен, и вы его ждете, и тогда не стоит, соответственно, пренебрегать, как бы, выбором отеля. Как бы, нужно, конечно, поизучать, посмотреть внимательно, примерить на себя до поездки, и только после этого, соответственно, бронировать. Потому что даже по отзывам вы, если честно, друзья, это не найдете, потому что отзывы у людей в основном рождаются негативные, и очень часто отзывы, они не всегда носят какой-то конструктивный характер. Вот, здесь можно какого формата примера привести? Ну, вот, например, мы жили в отеле, где, соответственно, очень, ну, достаточно, по-моему, просто было, да, взять и принести, например, там, воду в номер, да, после, там, обеда вечером и так далее, когда она закончилась, когда была уборка, да, уборка прошла, а воду не принесли. И ты уже такой думаешь, блин, вот, как бы, сервис-то не очень, да, хотя, может быть, во всем остальном было прекрасно. Или, например, ты приходишь в ресторан, как бы, как обычно, вроде уже по привычке, сам себе пошел наливать чай, тебе говорят, типа, no problem, sit here, то есть, надо садить свое место, ты садишь свое место, тебе подходят официанты, говорят, что вы хотите, там, чай, кофе, все в этом духе, тебе все приносят, все заботливо, нечто, ты такой думаешь, вот это сервис, да, классно. То есть, вот эти все моменты, они, конечно, очень важны. А поэтому я бы, вот еще раз говорю, вот эту всю историю разделил. А для тех людей, для кого все-таки важен сервис другого понимания, например, для многих сервисов является то, что есть питание, в принципе, да, что не надо за ними стоять очередь, биться за еду, оно всегда в доступе, оно всегда есть. Это, как бы, такой один из ключевых моментов. Второй момент для многих сервисов, это когда тебя заселили нормально, да, то есть, нормальный хороший номер, то есть, а не тот, который ты не хотел. Для многих, и это тоже является сервисом, это тоже, безусловно, важно. Вот, и, соответственно, вы вышли на пляж, у вас прекрасный заход. И это тоже можно считать сервисом, потому что многие как раз сервис считают именно за это. Я пришел, меня заселили в номер, тот, который плохой, и я его не хотел, или там что-то есть, какие-то недочеты, все, плохой сервис. Ну, или, соответственно, мне не понравилось питание, да, мне не понравилось кофе, да, и в этом духе, а здесь не было фрешей на завтрак, это ужасный сервис, да. Поэтому, друзья, разделим еще раз на две части. Ну, я думаю, вы меня понимаете, но я еще раз разделю. Первое, это ваше отношение к сервису. Какое оно у вас, что вы заранее от него ждете, да, то есть, в каком ключе. Это должны какие-то галочки у отеля быть определенные по вашим пунктам, либо это вот этот некий человеческий фактор заботы, где о вас по максимуму позаботились, да. И, соответственно, из-заходя из этого, мы выбираем с вами вариант отеля. Либо мы берем с вами отель максимально сервисный, и заранее об этом знаем, что есть вот это, вот это, вот это, в плюс, да, выбор категории подушек есть, да. Либо, соответственно, мы понимаем, что нам другой сервис нужен, чтобы мы отдохнули хорошо, качественно, и нас ничего не напрягало. Как у меня один знакомый коллега, турагент, говорит, отель должен быть таким, чтобы ничего в глаза не бросалось, и все было максимально комфортно, да. Для многих, действительно, это считается классным сервисом. Все есть, все хорошо, все комфортно, эргономично, удобно. Здесь вот кружечка, здесь подушечка, и все, я от этого классно отдыхаю. А для кого-то сервис, это чуть больше с избытком. Когда ты вот уже щелкнул, посмотрел, а тебе куда-то уже прибежали, принесли, сделали и так далее. Так что, друзья, обратите, пожалуйста, заранее на это внимание. Конечно же, я всегда своим туристам это вопрос создаю, пытаясь по максимуму понять, что хотите вы. И уже исходя из вашего, друзья, запроса, я предлагаю именно тот вариант, который подойдет именно вам под ваш запрос, под ваш, как бы, уровень, в том числе бюджет, как бы, по туру. Ну и самое главное, конечно, не бюджет, а самое главное, я ставлю всегда перед собой очень простую задачу. Моя задача простая, чтобы ваш отдых всегда совпал с реальностью, или даже было чуть лучше, чем вы запланировали. Для меня вот эта цель и самое главное. Тогда вы оставитесь довольны и счастливы, обращайтесь снова, что, собственно, мне и хочется. Этого, собственно, я и добиваюсь. И всегда, конечно, лично я от себя дополнительно могу дать тот сервис, который на старте всегда недооцениваю, да, но в процессе его всегда понимают, что он важен. Это, соответственно, любая поддержка по всем вопросам, даже если какие-то сложности возникают, возможно, или форс-мажоры, я всегда на связи могу помочь. Опыт у меня, к счастью или к сожалению, но он большой, и я могу ту или иную ситуацию достаточно быстро вырулить, которая возникла на вашем пути. Так что вот так, друзья, постарался по максимуму про сервис рассказать. Смотрите, пожалуйста, видео дальше до конца. Наше идет очень много еще полезной, интересной информации. Подписывайтесь, оставляйте лайки, обращайтесь, смотрим дальше. Друзья, еще хочу поднять одну тему. Это, конечно же, отдых с маленькими детьми в Египте. То есть, насколько он подходит, или возможно выбрать лучше другой курорт, типа Турции, да, или возможно Эмиратов. Здесь уже давайте вот о чем порассуждаем. И я поделюсь с вами вот такими наблюдениями. Во-первых, многие, кто выбирает отдых с детьми, и за что-то переживает, это, конечно же, за качество питания. Это, конечно же, за бассейны, потому что можно нахлебаться воды, и потом долго мучиться, да. Соответственно, можно переживать еще за море. Как бы это, наверное, основные такие моменты. Ну и третье, наверное, то, что переживают в основном, наверное, мои туристы, это то, что качество медицинского обслуживания вообще есть ли оно. Вот эти все, наверное, факторы, как бы мы сейчас с вами и обсудим. Что касается медицины. Медицина, как и везде, она страховая, она есть. И даже, кстати, я вам скажу так, что во многих отелях Египта есть прям врачи, которые в том числе обслуживают по медицинским полюсам, которым едут туристы. Не везде так есть, но в некоторых отелях такое представлено. И можно вообще не переживать, кто сильно щепетильно к этому относится. Можно просто подойти в любой момент в клинику местную, как бы в отеле, и, соответственно, просить консультации. Второй момент, что касается, ну и, соответственно, если не так, то мы звоним в страховую компанию, кто приобретает туру у меня, соответственно, я могу за вас это сделать, если что-то, не дай бог, такое происходит. Но в основном, скажу, у страха глаза велики, в основном бывают какие-то банальные вещи, наверное, тоже об этом проговорю в плане здоровья. В основном детские проблемы какие? Это перегрели на солнце, перегрелись на солнце. Это, честно скажу, в основном недосмотр родителей, потому что они не намазали кремом, не надели длинную рубашку, для чего ребенку загар особо, он там сильно не нужен, тем более, как солнце палит, он и так витамин D получит. Соответственно, головной убор. Ключевые моменты, если вы ими не пренебрегаете, то шансов, что с вашим ребенком что-то случится, практически ноль. Второй момент, что касается детей и их каких-то плохих самочувствий, это бассейны. Никогда не надо отправлять маленьких детей, особенно, не знаю, там, двух лет, трех лет, в бассейны, без присмотра, с точки зрения чего? Чтобы они не хлебали там воду. Я своим детям маленьким говорю, лучше пойдем в море, чем пойдем в бассейн, потому что многие дети, они все равно начали плюхаться, как в ванне, да, хлебать эту воду, потом вы идете на ужин, на обед, а вечером у вас начинается изо всех мест, извиняюсь, да, все выходить. И вы такие, все, питание в отеле ужасное, мы отравились. А на самом деле вы просто нахлебались микробов в бассейне, и у вас все сработало, и началось какой-нибудь ротовирус. Вот, здесь сразу же сразу скажу, берите с собой какие-то абсорбенты, обязательно берите какие-то жаропонижающие, и чем быстрее вы это дадите, можно даже для профилактики немножко давать абсорбентов каждый день, и все будет у вас хорошо. Мы тоже с детьми ездим, я это прекрасно понимаю, знаю. Но лучше, конечно, следить за тем, чтобы они не хлебали воду, ну, по максимуму, да, понятно, что это тяжело, но, тем не менее, это одна из проблем, которые возникают на отдыхе. Вот, соответственно, по питанию. Что касается питания, вот что-то мы съели, отравились, да, вот я вам скажу тоже, здесь тоже есть два момента. Во-первых, дети едят очень часто, что попало, ну, как бы, как понять, что попало, смешивалось, всякие сладости, непонятно с чем, и даже дело не в том, что что-то не с варенья будет, очень часто дети просто пренебрегают помыть руки. Они едят руками, это очень часто бывает, и не только там бывает это в ресторане, это бывает что-то на пляже, где-то что-то упало, здесь мы тут полазили, тут кошку погладили, да, и потом, соответственно, мы начали, как бы, принимать пищу. И эта проблема в основном такая, потому что реально, вот, в отеле отравиться едой, ну, честно я вам скажу, я понимаю, что такие случаи бывали, но это очень редкий случай, прям именно из-за еды. В основном это вот с этими дополнительными, связанными факторами, да, вот, и, соответственно, у нас еще с вами пункт остался по поводу, наверное, какой-то общей безопасности, да, то есть в плане там микробов, еще что-то такое. Я знаю, что многие родители боятся ехать из-за этого в Азию, а вдруг там какая-то антисанитария или еще что-либо. Опять же, здесь, друзья, вопрос решается достаточно просто. Выбирайте отель максимально качественный, максимально подходящий для семейного отдыха, где об этом больше заботятся, и поменьше выбирайте отели, которые, ну, типа, вот он самый дешевый, мы решили туда поехать, да, и поэтому у нас такой бюджет, и мы решили поехать туда сэкономить в 10 тысяч рублей, и потом получили проблем на 30 тысяч рублей, ну, так образно. Я сейчас, наверное, так хохмлю, шучу, но это очень часто так бывает, друзья. Предлагаешь туристам отель хороший, качественный, они выбирают, как бы, более дешевый, там, разница в 15-20 тысяч, который вообще, ну, на самом деле, ничего не значит для хорошего, качественного отдыха, потому что я вам здесь тоже, наверное, кого-то немножко так обличу, да, скажу, не конкретно, а вообще ситуация. Очень часто туристы на старте тура экономят прям чуть ли не за каждый рубль, да, но в путешествиях они вот так, хо-хоу, сразу легко 10-15 тысяч могут выкинуть на любую ерунду, ну, реально, это правда, и думаешь, ну, и для чего вы это экономили, непонятно, можно было сразу взять, как бы, нормальный вариант и, как говорится, не париться. Вот, особенно на этот акцент делаю, потому что так часто и бывает. То же самое, что люди говорят, давайте возьмем номер, там, более повышенной категории. Нет, мы возьмем этот. Потом они приезжают, им на месте оказывается неудобно, им говорят цену, бывает, что это даже достаточно выше цена, чем мы бы сразу бронировали, но они с легкостью отдают ради своего комфорта. Поэтому, еще раз перескакивая к прошлому пункту по сервису, надо заранее маленько продумать, как бы вы хотели отдохнуть, чтобы для вас был идеальный тот отдых. И тогда мы это сделаем, и тогда будет ваш отдых проходить на ура. И вы не будете переживать за детский отдых, за какие-то вот эти истории, а что может быть. Так что это все, в принципе, предугадывается. Конечно, какая-то доля остается, но, тем не менее, в основном все это просто предугадывается заранее. Так что даже не буду повторяться, солнце, наличие, точнее, не наличие, а не пить воду из бассейна, и грязные руки, исключайте так максимум, ваш отдых с детьми пройдет идеально в любой стране, друзья. Так что это я вам как многодетный отец заговорю и рекомендую. Так, ну что, друзья, давайте поделюсь с вами этим лайфхаком, который я говорил. Здесь все достаточно будет несложно, но как бы интересно. Возможно, кто-то об этом не думал. Как можно провести классное время в крутых отелях, при этом как бы не брать их на весь период и не платить, возможно, для кого-то большие суммы за данное размещение. Мы можем с вами сделать двумя способами. Первый способ, мы с вами берем обычный стандартный пакетный тур какой-то из отелей, да, и дополнительно мы бронируем отдельно еще на две или три ночи соответственно другой отель. Тот, который вы хотели посетить, но как бы он был достаточно не по карману вам. Две-три ночи, я вас уверяю, всегда будет более доступно, чем, естественно, там 10 или 14 дней в этот отель. И, соответственно, кто очень сильно хотел побывать в таких местах, это, конечно же, возможно. Я это делаю, никаких проблем в этом нету. Вы просто можете даже оставить вещи в том отеле, потому что он остается и, соответственно, просто отправиться в другой отель и там провести несколько дней. Я вам забронирую, ну, соответственно, тур-пакет с перелетом, например, если мы взяли отдельно отель. Это, как бы, соответственно, вот такой вариант отдыха. Соответственно, вы можете приехать, к примеру, там, не знаю, в сеть Альбатрос отдохнуть и с семьей там по аквапарке, и вы захотели что-то такого экстраординарного, например, отель White Hills, который такой весь красивый, элегантный, дизайнерский. На мой взгляд, конечно, там две недели будет, как бы, не очень, потому что он такой, знаете, ну, с одной стороны, хоть и белый, да, но немного с одной стороны вырви глаз, да, но две-три ночи в этом отеле будет достаточно круто провести, интересно, и вы приедете с дополнительными впечатлениями. Поэтому это можно совместить, ну, вообще без каких-либо проблем. Есть второй вариант. Мы, например, с вами выбираем тур и убираем сразу чартер, берем сразу отдельно регулярные рейсы, и мы, в принципе, можем даже сделать еще чуть больше интересней тур, можем с вами отправиться из, например, там, ну, любого региона, в том числе из Москвы, долететь до Каиров, провести в Каире пару дней, посмотреть на пирамиды, отдохнуть, отправиться, соответственно, из Каира, например, в Шарм-Аль-Шейх или в Хургаду, там провести какое-то количество дней, и, соответственно, обратно можно, в принципе, обратно улететь сразу на прямом рейсе, да, в ваш город, либо обратно через Каир, тоже как удобно. И можем даже составить несколько, скажем, курортов, в том числе можно в Хургаде побыть какое-то время и в Шарм-Аль-Шейхе. Если у вас переезды как бы такие напрягать не будут, они, в принципе, возможно, неестественно, не на автомобиле, даже можно сделать на самолете. Внутренние перелеты очень, честно скажу, дешевые, доступные. Это все можно сделать и составить, как бы это, ну, для меня, скажем, это вообще несложно. Единственное, друзья, единственное, на что обращу внимание, особенно путешественникам, которые все-таки говорят, я поеду сам, куплю все сам, сделаю все сам. Во-первых, отели всегда по контракту туроператоров выгоднее, чем вы их будете бронировать даже на букинге. Можете проверить, перейти по ссылочке на сайт и проверить. Во-вторых, если вы бронируете отели через туроператоров, вот через турагента, через меня, да, то вы автоматически получаете медицинскую страховку и в большинстве случаев бесплатные трансферы до аэропорта, отеля и обратно, да, чего, естественно, не будет в букинге. Плюс, естественно, здесь будут учтены все налоги и сборы и плюс в данной ситуации дополнительно не забудьте, что здесь вы оплачиваете в рублях с любой абсолютно карточки, здесь нужно будет рассчитываться наличными, потому что карты российских банков не работают и, соответственно, расчет наличными в это покупка валюты, это тоже определенная разница в курсовой разнице, да, и, соответственно, вы тоже будете немножко переплачивать. Ну, здесь все даю на вашу волю, посмотрите, присмотритесь. Для меня организация таких даже сложных туров, она не является сложной задачей, но для кого-то это является сложной задачей и особенно большое переживание о том, что, как дальше пойдет и, если что, к кому бежать, да, как обратиться и что сделать. Я, не забывайте, всегда занимаюсь поддержкой всех своих туристов в стране, я всегда на связи напрямую, на WhatsApp, всегда можно написать, спросить, задать вопрос и перед путешествиями всегда делаю так, чтобы вы были максимально осведомлены, осведомлены, подготовлены и вам было все легко и просто. То есть мы такие туры делаем, возможно, кто-то смотрел мои прошлые видео по Шри-Ланке, я там тоже рассказывал о некоторых лайфхаках, как Шри-Ланка плюс Мальдивы и, соответственно, очень много людей выбрало этот вариант и, соответственно, отдохнуло и отдыхаю сейчас в таком комбинированном формате. Друзья, так вот, что я хотел еще главный момент сказать, я не досказал, по самостоятельным путешественникам и те, которые думают, а мы сейчас там возьмем, сам возьмем, а туда обратно так. есть главный момент, прилетая в Египет, неважно куда, на регулярном рейсе обратно вы чартерном улететь не можете и, наоборот, прилетев на чартерном рейсе, например, вы решили остаться, погулять здесь, походить, продолжить свой отпуск, и обратно улететь на регулярном у вас не получится, вас не выпустят. Соответственно, вы можете прилететь на рейсе статуса, например, регулярно и улететь на статусе регулярно, прилететь на чартерном рейсе, улететь на чартерном рейсе. Поэтому, если вы вдруг собрались делать какой-то свой самостоятельный трип, соответственно, путешествие, заранее этот момент продумайте. С отелями тоже можете обратиться, посмотрим. Но имейте это в виду, чтобы потом у вас не было неприятных инцидентов, когда вы пришли в аэропорт, вам сказали, извините, мы вас не выпустим. Так что имейте в виду, конечно, все это решаемо, можно через полицию получить там справки, какие-то разрешения, но это, естественно, будет для вас проблема. Тем более, скорее всего, вы это узнаете только в аэропорту, и, соответственно, ваши билеты могут сгореть. Так что, вот такой, друзья, вам дал полезный совет по поводу, как провести время в интересных отелях и не в одном, или скомбинировать свой маршрут более интересно. И, соответственно, предупредил вас об одной сложности, которая может возникнуть на вашем пути. Да, друзья, чуть не забыл, давайте поговорим о ценах на туры и на отели. Я здесь хочу, опять же, как обычно я люблю, разложить по полочкам. Во-первых, если мы сейчас берем туры в Египет, надо рассматривать с перелетом два варианта. Первый это на регулярке, второй на чартере. Сейчас я снимаю видео в феврале 2023 года. У нас чартерная программа пока есть, но на лето и осенний период еще нет. Но она точно простроится. В чем плюс у чартера? Естественно, это более выгодная цена в пакете, когда мы берем, соответственно, перелет, отель и, соответственно, обратный перелет. Это выгодно, удобно, просто, комфортно. Взяли, как говорится, ни о чем думать не нужно. У вас есть трансфер, у вас есть отель, у вас есть страховой полис медицинский и перелет. То есть, готовый турпакет. Соответственно, цена максимально выгодная. Есть второй вариант. Мы берем на регулярном рейсе и совмещаем это с регуляркой. Также можно купить тур со всеми, соответственно, сервисами и страховкой медицинской, и, соответственно, трансферами и все остальное. Но летите на регулярном рейсе. Иногда для кого-то это просто более комфортно. Иногда, как бы, рейсы с пересадкой даже бывают, например, через Каир чуть дешевле. И, соответственно, исходя из этого мы формируем цену тура. Сейчас время у нас, оно такое разное. Иногда бывают люди готовы лететь с пересадкой, чтобы сэкономить немножко денег, чем лететь на прямом чартере. И, соответственно, следующий вариант, это мы когда просто отдельно бронируем с вами отели. То есть, потому что кто-то говорит, я сам разберусь с перелетом, давайте мы заниматься только отелями. Это тоже, друзья, не проблема. И, соответственно, можно забронировать отели. На сегодняшний момент точно вам скажу, что в основном, в 90% случаях, туроператорские цены выигрывают по ценам букинга и других сервисов очень сильно. Чаще всего, конечно же, люди бронируют за счет того, что здесь есть, опять же, медицинская страховка в пакете. Не у всех она есть. И, соответственно, есть также практически во всех вариантах бесплатный трансфер. Хотя такси, в принципе, оно не такое дорогое. Но, тем не менее, это тоже приятный бонус. И, дополнительно, вы, конечно, под надежной защитой туроператоров. Если какие-то вопросы возникают, конечно, всегда можно обратиться. Потому что букинг-сервис, если какой-то вопрос возникает, вам нужно будет звонить в их холл-центр и разговаривать на английском языке. Для кого-то это комфортно, для кого-то это нет. Поэтому сразу об этом скажу. Что по уровню цен в целом? В целом, если вы сейчас посмотрите на ситуацию, разделите отдельно перелеты или отели, можете ниже по ссылочке перейти на сайт. У меня можно как посмотреть туры, туры с перелетом, туры на регулярных рейсах, так и отдельно отели. Если мы сейчас возьмем отели, вы увидите, что отели сами по себе очень доступны, друзья. И я понимаю, с одной стороны, когда люди говорят, вот мы заплатили за отель 200 или 300 тысяч рублей, и мы должны от него получить все. Но если мы возьмем сейчас и выдернем оттуда отель, оказывается, что из 300 тысяч перелет был 200 до отеля 100, а то и меньше осталось. В основном там средняя цена отелей варьируется примерно за какой-то большой продвижительный отдых, 60, 40, 50, 80 до 100 тысяч в среднем. Наверное, самый какой-то более-менее крутой отель, там дней за 10, за 7, может стоить 100 тысяч на двоих, это, наверное, потолок. И, соответственно, все остальное это перелет, но люди так или иначе ассоциируют этот перелет, как будто это отель им должен. Хотя примерно 60-70% стоимости от туры это всегда составляет перелет, друзья. Надо просто это понимать и, исходя из этого, выбирать то размещение, которое вам подойдет. Не исходя из общей цены, а, наверное, можно раздельно посмотреть, и тогда максимально более сложится для вас картинка. Вот, что касается, как можно сэкономить. Отели, в принципе, они практически в цене не сильно колеблются. Они, в общем-то, практически в одну цену круглый год стоят. Исключением пониженные сезоны спроса, это, например, если мы говорим о Египте, это у нас январь, это у нас февраль, это у нас конец декабря. Цены чуть ниже, потому что здесь более прохладная погода, сезон чуть хуже, и, соответственно, бронирование меньше, цены снижаются. Но они автоматом по контракту у операторов заложены с более низкой ценой. Соответственно, дальше у нас с марта по апрель, по конец и начало мая, это очень высокий сезон, так же, как и осенний сезон, там сентябрь, октябрь, ноябрь. Это самые максимально высокие цены, это можно сразу заметить. Плюс, не забывайте, школьные каникулы, операторы тоже хотят на этом заработать, плюс там 8 марта, праздники все эти и так далее. И, соответственно, летний сезон, когда здесь очень жарко, тоже цены немножко ниже, потому что многие люди не хотят ехать в жару, и, соответственно, выбирают более, скажем, другие направления, видят, как Турция более комфортно, да, и другие. И, соответственно, скажем, уже мы в Африке, да, находимся Африку выбирать в Турции, Несея выбирает. Но, несмотря на то, что цены снижаются по поводу отдыха, я прокомментирую, что касается Египта, и то же самое, в общем-то, касается Эмирата на лето. Цены действительно падают, цены действительно ниже становятся, потому что жарко. И можно подумать, да, я в эту жару не поеду, но, друзья, если вы не планируете бесконечные пешие походы, то никакой проблемы в этой жаре нет. Берите хороший сервисный отель, в котором есть хорошая территория, шезлонги, навесы, и вы просто прекрасно отдохнете. И эта жара, в принципе, вас никак не утомит, потому что на море обычно все ходят и так утром и вечером, когда жаркий сезон. Поэтому днем никто на улицу не выходит, занимается какими-то программами в отеле, или просто отдыхает, там, не знаю, обедает и так далее. То есть, проблемы в этом по большому счету нет. Есть бассейн, есть беседки, есть номера на крайний случай, и утром и вечером всегда комфортно на море находиться. Так что не пренебрегайте этими временами, потому что я знаю, что очень много туристов хотели бы отправиться в путешествие, но, например, для них это очень дорого. Или хотели бы отправиться в такой-то отель, но в это время он стоит как бы слишком неадекватно для них, и они уже там в нем были даже, например, или не были, и считают, что в другой период времени было бы более выгодно. Поэтому вот так вот, друзья, о ценах, они все динамичные, надо понимать. Нет такого, что сегодня мы смотрим цену, она стоит столько, завтра она снова стоит столько, посадавтра стоит столько. Цены все динамичные, и они в основном зависят от времени года отдыха. То есть, если мы убираем сезон, это повышенная цена. Убираем не сезон, пониженная цена. То же самое, если мы берем, в общем, цену тура с чартером, то же самое, рейсы также они дешевеют за счет несезонности. В сезон рассчитывать на понижение цены, ну, это бессмысленно, такого не бывает, друзья. Поэтому все, чтобы там не говорил маркетинг о горящих турах, в сезон горящих туров не существует. Они существуют либо в низкий сезон, да, то есть, когда у какого-то направления низкий сезон, либо, соответственно, когда, ну, что-то какие-то бывают, ситуации происходят, к сожалению, такое бывает, и спрос падает. В остальное же время при высоком сезоне цены только растут, растут, растут и растут, потому что, ну, это как бы логично. Есть спрос, есть поднятие цен. Нет спроса, есть снижение цены. Так что вот так вот по ценам постарался вам прояснить. Рассматривайте все возможные варианты, которые удобные для вас. Я всегда вам в этом, еще раз говорю, помогу. Задавайте вопросы, пишите на WhatsApp. Ссылочки все внизу. Ну что, спасибо, друзья, большое за то, что весь этот выпуск были со мной. Я уверен, для кого-то дал очень много полезной информации. Для кого-то информацию какую-то, наверное, подтвердил, да, кто-то перестал переживать на какую-то тему, а кто-то, наоборот, запереживал и подумал, о, или кто-то вдохновился какой-то идеей. В общем, друзья, я всегда рад вам помочь в организации вашего путешествия, ответить на ваши вопросы и, конечно же, забронировать его. Собственно, для этого я и путешествую, рассказываю, да, потому что мой бизнес основной, это, естественно, продажа и оформление туров. Оформляю я туры онлайн по всей России. Договор, чек, все как положено. Я, организация, где никаких карточек, никаких серых схем, все официально, прозрачно и, соответственно, как положено. Я нахожусь в реестре турагентств России, то есть это все можно, конечно же, проверить на старте, так что за это можете не переживать. Ну что, друзья, жду вас на бронирование, подписывайтесь на мой канал. Да, друзья, чуть не забыл, подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал, в нем я делюсь полезной, важной новостной информацией о туризме, чтобы не заглядывать на YouTube и не смотреть длинные выпуски и изучать долгую информацию, вы, конечно, можете быстро получать ее в телеграм-канале. Подпишитесь в QR-код, как вы видите на экране, также он есть по ссылочке ниже под этим видео. Еще раз, друзья, спасибо. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Трел. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok